На следующий день после начала войны в войска поступила телеграмма за подписью начальника генштаба Жукова, в которой сообщались нормы питания для немецких военнопленных. Им полагались продукты по следующим нормам в сутки. 90 граммов крупы, 10 граммов макаронных изделий, 40 граммов мяса, 120 граммов рыбы, по 20 граммов растительного масла, сахара и соли, 600 граммов картофеля и овощей и 600 граммов хлеба. Добровольно сдавшиеся в плен немцы получали на 100 граммов хлеба больше. Для сравнения, во время службы в вермахте немецкие солдаты получали 750 граммов хлеба в день. Также военнопленным в месяц полагалось 200 граммов махорки, 5 коробок спичек и 200 граммов хозяйственного мыла. В этой телеграмме говорилось, что лишение пищи недопустимо и политически вредно. Естественно, эти нормы питания выполнялись не всегда. Шла война и многие жители страны голодали, но обеспечение пленных питанием всегда было на контроле у высшего руководства. Обычно питание рядовых пленных выглядело так. На завтрак суп и хлеб, на обед каша, на ужин чай и хлеб. Такое питание для жителей блокадного Ленинграда считалось пиршеством, ведь они получали всего по 190 граммов хлеба на человека в день. Согласно нормам питания Советской Академии Медицинских Наук, военнопленный должен был получать 2533 килокалории в сутки. Минимальный расход энергии человеческим организмом в сутки составляет 1700 килокалорий для мужчин и полторы тысячи для женщин. Для сравнения, пленные красноармейцы в немецком плену получали примерно 900 килокалорий в сутки, что почти вдвое меньше минимально необходимого. Многие пленные немцы были недовольны питанием и жаловались на недостаток в пище жиров и витаминов. Не любили они гречневую кашу и рыбный суп, так как в нем совершенно не было рыбной мякоти, а только головы и кости. Также немцы не любили квас и окрошку на квасе и брезговали грибами в любом виде, думая, что они отравлены. Не любили пленные и воблу, они называли ее сухой смертью, поскольку от нее всегда очень хотелось пить. Пленные использовались для восстановления городов и народного хозяйства СССР, а также работали в сельском хозяйстве, на заводах и фабриках. Кроме питания, за свою работу они получали и зарплату от 7 до 100 рублей в месяц, которые могли потратить в лагерном магазине или же на лагерном черном рынке. Они охотно покупали свинину, белый хлеб и сахар. В советских лагерях немцы могли получать помощь от родственников из Германии. Те иногда присылали денежные переводы и посылки. Раз в месяц пленным разрешалось получать письмо, а отправлять письма можно было в неограниченном количестве. Пленные, находящиеся на лечении, а также пленные офицеры и генералы питались по усиленному рациону. По праздникам генералам полагалось даже пиво.